Времена меняются. Если раньше в багажниках возили бейсбольные биты, то сегодня интеллигентные люди предпочитают клюшки для гольфа. В профиль купе. По конструкции лифтбэк, но в Peugeot этот кузов называют фастбэк, чтобы пощекнуть стремительность автомобиля. Высота всего 140 сантиметров. Это ограничение было поставлено перед инженерами изначально. Задача не только сделать автомобиль более изящным, но еще и снизить лобовое сопротивление. В Украину Peugeot 508 поставляется в трех комплектациях. Базовый Active, средний Allure и топовый GT Line. Различить их можно разве что по решетке радиатора, но еще у GT Line есть соответствующая надпись на задних стойках. А еще у GT Line и Allure фары и задние фонари светодиодные изначально, а для Active светодиодные фонари нужно заказывать. В базе у нее галогеновые. К эксплуатации на украинских дорогах автомобиль подготовили. Пружины сделали на сантиметры длиннее, а металлическую защиту картера устанавливают прямо на заводах. Дорожный просвет 15 сантиметров. Передний свес стал немного короче, но все же на бордюры лучше заезжать осторожно. 18 диски и 45 профиль резины. Для езды по весенним украинским дорогам я бы выбрал что-нибудь поскромнее. 17, а то и 16 радиус и хотя бы 60 профиль. Двери безрамочные. Это не только позволило сделать автомобиль ниже и изящнее, но еще и улучшило шумоизоляцию. Такое решение кормы сегодня редкость, но в скором времени оно вероятно станет всеобщим трендом. Багажник может и не самый большой, 467 литров, но комплект клюшек для гольфа помещается в него легко. Двигателей у Peugeot 508 столько же, сколько и комплектаций. То есть три. Первый – 150-сильный бензиновый Putec. Второй – самый экономичный и экологичный Blue HDI мощностью 130 лошадинных сил и объемом полтора литра. И венчают всю эту двигательную линейку двухлитровый турбодизель мощностью 180 лошадинных сил. Вот именно он у нас под капотом. Компанию бензинового мотора составляет шестискоростная автоматическая трансмиссия. Вместе с дизельными работает восьмиступенчатый автомат. А вот механика? Механика, говорят, будет. Но потом. Поскольку у нас двухлитровый турбодизель, то и трансмиссия у нас, соответственно, новая восьмиступенчатая автоматическая. Работает она идеально, то есть моменты переключения не ощущаются. Есть подрулевые лепестки. Эти подрулевые лепестки могли бы пригодиться для того, чтобы эффективнее притормаживать двигателем. Для разгонов они фактически не нужны. Кроме того, наш автомобиль позволяет выбрать режим работы двигателя и трансмиссии. Доступны режим эко, нормальный и спортивный. Есть еще один интересный режим, который называется по-украински керевництво. На самом деле это просто неправильный перевод. Это мануальный режим. Рабочее место водителя решено в рамках концепции iCockpit. И действительно, iCockpit. Просто глянешь и глаз радуется. Полностью цифровой. Можно настроить какую угодно комбинацию прибора. Вот лично мне импонируют персональные настройки, когда слева у меня маршрутный компьютер, по центру спидометр и справа экран навигации. Очень удобно в дальней дороге. Оба передних кресла нашего 508 оснащены системой массажа. Доступны 5 разных программ. Кстати, пока мы ехали, я проверил все программы массажа и выбрал для себя кошачьи лапки. И обязательно на самой высокой интенсивности. Peugeot 508 умеет парковаться. Причем, как утверждают сотрудники компании Peugeot, сам, без малейшего участия водителя. Но это мы проверим потом, когда возьмем еще раз автомобиль на тест-драйв. А пока вишенка. Теперь появилась долгожданная кнопка, которая позволяет включить автоматического парковщика. И расположена она на селекторе АКППВ. Кстати, у селектора автоматической трансмиссии есть еще одна фишка. Он никак механически не соединен с самой коробкой. Управление осуществляется исключительно по проводам. Peugeot 508 в базовой комплектации предлагают за 770 тысяч гривен. Такой, как у нас, JT-Line, более миллиона. Не дешево, но здесь таки есть за что платить. Субтитры подогнал «Симон»!